Растения Болгарии так красивы, что мне захотелось посвятить им отдельный фильм. Эта страна напоминает цветущий райский сад, где растет много прекрасных и удивительных цветов. Это южная страна и растения южных стран особенно красивы и особенно пышно цветут. И здесь много цветов и растений нам неизвестных, которые не растут в нашем климате. Но среди большого количества красивых цветущих растений есть, как мне кажется, три, которые можно считать символами Болгарии. Это роза, лаванда и подсолнух. Роза – растение номер один. Это любимый цветок Болгарии, который стал символом страны. Розы здесь растут везде. Не только в парках и на курортах, и на улицах городов вдоль автотрасс. Их изображают на картинах и плакатах. Венки из роз и вышитые розы на одежде – часть болгарского национального костюма. Но розы в Болгарии растут и выращиваются не только для красоты. Болгария – мировой лидер по производству розового масла, из которого здесь делается масса косметических препаратов. Кремы, шампуни, косметическое мыло, духи, розовая вода и многое другое. Из лепестков роз даже делают варенье. У поднорья Балканских гор, около города Казанлык, находится знаменитая долина роз. Огромные поля с розовыми плантациями. Там же находится завод по переработке розового масла и музей роз. Каждый год в первые выходные июня здесь проходит праздник, фестиваль роз с концертами и карнавальными шествиями, где выбирается красивая девушка – королева роз. Второй главный цветок, символ Болгарии – это лаванда. В России как-то больше известно о лавандовых полях в Провансе, во Франции. А между тем, с 2012 года, то есть последние 8 лет, именно Болгария, а не Франция, является европейским и мировым лидером по производству лавандового масла. Последние годы Болгария очень активно развивает это направление – производство лаванды и лавандового масла для нужд косметической промышленности. Качество болгарского лавандового масла считается одним из лучших. Оно идет на экспорт и пользуется спросом во всем мире. И какая-то часть французской косметики делается на лаванде, выращенной и в Провансе, а в Болгарии. Проезжая по дорогам Болгарии, во многих местах можно увидеть раскинувшиеся вдоль дороги сиреневые поля с цветущей лавандой. Это очень красиво. Часто они соединяются с растущими рядом желтыми полями подсолнухов, создавая сочетание сиреневого и желтого. Мое любимое сочетание. Как и любимое сочетание Ван Гога. Прямо картины Ван Гога на земле. В Болгарии также проводятся и праздники фестиваля лаванды. И третий цветок символа Болгарии – мой любимый цветок подсолнух. Солнечные золотые поля подсолнухов, как солнце, излучающие свет, раскинулись по всей стране, сопровождая вас повсюду в путешествии. Это первое, что мне вспоминается при мысли о Болгарии, как символ этой страны. Золотое поле подсолнухов, светлое, солнечное и радостное, воплощение тепла и света, счастья и радости жизни в теплой и солнечной стране. Подсолнухи в Болгарии изображаются везде и всюду. Даже магазин для художников в арне называется «Слончеглет» – подсолнух. И, соответственно, Болгария – главный европейский производитель подсолнечного масла и семечек. «Слончеглет» Четвертое растение, которое мне очень нравится и которое тоже стало для меня символом Болгарии, хотя оно растет и в других регионах с подобным климатом, например, в Крыму, но там оно не так распространено и не так часто встречается. Это малоизвестное у нас дерево с научным латинским названием «Церцис», а российское название «Багряник». Его народное название почему-то «Иудино дерево». Это потрясающей красоты дерево. Цветы на нем появляются раньше, чем листья. Весной в первой половине мая все его ветки покрыты маленькими розовыми цветами, и все дерево похоже на розовое облако. У нас на курорте «Святые Константина и Лена» и в парке города Варны эти деревья цветут и растут повсюду. Это просто неописуемая красота. Стоит специально приехать сюда в мае, а не летом, чтобы полюбоваться на эту красоту. Причем эти деревья растут в Болгарии не везде, а в основном на побережье. Цветут розовые магнолии. Они бывают тут двух видов – с крупными и мелкими цветами. А летом в июне зацветают белые магнолии. В Варне и на курорте «Святые Константина и Лена» много каштанов. Но не только белые, а необычные розовые каштаны. Вот такие чудесные розовые каштаны цветут на курорте «Святой Константина и Лена» в мае. А за ним вы видите огромные, огромных размеров белые каштаны. Их целая аллея, они влеченой просто с многоэтажной дырой. В середине лета зацветает индийская сирень, или латинское название «Лагерстремия». Это просто неописуемая красота. Огромные деревья, все покрытые цветами разных оттенков – розовых, сиреневых, малиновых. Эти деревья и кустарники также цветут на нашем курорте «Святые Константина и Лена». Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно удивительно прекрасное дерево растет в парке Варны и на курорте «Святые Константины и Лена». Оно имеет несколько названий и называется «Дерево императрицы», «Дерево принцессы», «Королевская павлония» или «Паулония». Так его назвали в России в честь императора Павла и его дочи. Еще его называют на Востоке сапфировым деревом из-за нежно-сиреневого цвета цветов. Это большие деревья, вырастающие часто очень высокими, все усыпанные большими и необыкновенными цветами, похожими на трубочки, как у петуни, или как колокольчики. Только это цветы не на клумбе, а на дереве. Китайцы называют его драконовым деревом. И еще одно его название – Адамово дерево, символ возрождения жизни. Так его назвали, потому что если оно промерзло зимой, весной у него вырастают новые побеги, которые вырастают и цветут снова. В Японии с этим деревом связан древний обычай. Когда в семье рождается девочка, то сажают это дерево. Японцы верят, что это дерево нужно сажать рядом с домом. Тогда прилетит мифическая птица феникс и будет охранять семью и приносить удачу. Еще одно прекрасное растение, которое я люблю, называется глициния. Ее цветы похожи на цветы акации, потому что глициния – родственник акации, из семейства акации. Это кустарник с длинной лозой, как у винограда, облетающий беседки, заборы, стены, зданий, с красивыми большими кистями цветов. Чаще всего они сиреневого цвета, но бывают также розовые и белые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Это специальный особый южный сорт. Его цветы не похожи на акацию. По ботанике это растение называют розовая акация. Есть еще растения, чьи цветы похожи на цветы акации, но ярко-желтого цвета. Оно называется бобовник, а народные названия – золотой дождь или золотая цепь. На этой фотографии изображено это растение, а рядом с ним растение с розовыми цветами, которое называется тамариск. Музыка Также в фарне и святом Константине растет вот это красивое дерево с розовыми цветами. Почему-то в интернете его называют в разных источниках по-разному. Называют розовая мелкопильчатая черебуха, мелкопильчатая слива, мелкопильчатая вишня и махровый миндаль. Также его считают разновидностью сакуры. В пешеходном бульваре Варны растут деревья, чьи цветы похожи на вишню, но имеют ярко-малиновый цвет. Это вид миндаля. И здесь все время что-нибудь цветет. Одно отцветает, зацветает другое. Самое красивое время в Болгарии – май, когда все цветет. Но весна в Болгарии начинается рано, еще задолго до мая. В начале марта, а когда-то даже в конце февраля, начинают цвести сады. И деревья покрываются белыми и розовыми цветами. Это цветет миндаль. Потом к нему присоединяются вишни, сливы и алыча, потом яблони. Больше всего среди цветущих плодовых деревьев мне нравится персик. Он цветет ярко-розовыми цветами. Он не только самый вкусный фрукт, но и самый красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А ярко-красными цветами цветет айва. Ещё в Болгарии растёт гранат, и у него махровые крупные красные цветы. А осенью на ветках качаются большие красные плоды. Весной много маленьких весенних цветов первоцветов. Они появляются ещё в марте, а в апреле вся земля покрывается ковром разноцветных цветов. У нас на курорте святые Константина и Лето растут дикие крокусы, фиалки, лютики, маргаритки, анютины глазки. И много разноцветных цветов даже мне неизвестно. Также весной растут и подснежники, хотя снега в Болгарии на побережье нет. Причём крокусы, известные нам как весенние цветы, здесь растут два раза. И весной, и второй раз осенью в ноябре. Вот они, осенние крокусы, на фоне упавших осенних листьев. И известные нам одуванчики цветут здесь тоже несколько раз в год, с апреля по ноябрь. Бывают даже отдельные, сохраняются даже зимой. Они зацветают весной, жёлтые сменяются белыми, как обычно, а потом всё идёт по второму кругу, опять расцветают жёлтые и опять превращаются в белые. Так несколько раз. Там зацветает очень красивый цветок. Он называется по латыни Тикома Кампсис. У него ярко-оранжевые трубочки на кусте, облетающие заборы, беседки и стены домов. Всюду можно увидеть кустарники с большими красивыми цветами. Этот кустарник часто используется, как живой зелёный забор. И, к сожалению, тогда его подрезают и срезают ветки вместе с цветами. А если его не подрезать, он может вырасти и выглядеть, как маленькое деревце, на котором растут большие цветы. Оно называется кибискус или сирийская роза. Хотя цветы похожи не на цветы розы, а скорее на колокольчики. Они могут быть разных цветов. Розовые, сиреневые, малиновые, белые. Это растение также растёт у нас в Крыму. Также здесь цветёт олеандр с цветами разного цвета. Один в Крыму. Цветы растут даже на пальмах. Много пальм с большими белыми цветами. А осенью приходит время плодов. И в садах растут родаты и хурма. Деревья покрытые ярко-оранжевыми мячиками. А рядом с ними расстилаются виноградники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова